Мы уходим в историю и поговорим о нашем татарском ученом Шейхабуддине Наржани. Буквально затронем один момент, то, что нам позволяет короткое время для этого доклада. Мы будем говорить о том, что какова версия принятия ислама с точки зрения Шейхабуддина Наржани. Есть произведение, которое написано на старо-татарском языке. Хотя, когда говорят старо-татарский или даже татарский язык, многие филологи смеются. Потому что Мустафад Дахбад действительно написан на таком языке, который не назовешь татарским языком. Это огромное количество арабизмов, фарсизмов, но связаны они между собой тюркскими союзами. То есть татарскими союзами, суффиксами, но слова в основном иностранные, очень мало татарских тюркских слов. Но, тем не менее, произведение известное. Мустафад Дахбар и Ахуаль Зазан Бабулгар. Название, видите, даже тоже у него арабское. Хотя произведение, в принципе, мы условно говорим на старо-татарском языке. В этом произведении оно историческое. Он затрагивает историю нашего края и затрагивает историю, в том числе, о трех сподвижниках. Эта история упоминается в связи с книгой «Источник Таларих Булгари», который здесь известен, автором которого являлся Хасамудзин Муслимин. То есть по поводу авторства там тоже есть подозрения. У ученых Шахадин Важали, например, тоже считал, что, скорее всего, автор не один. И произведение очень позднее. Нужно сказать, что первоначально исследователи выяснили, что вот эту историю с критикой, значит, этой истории о трех подвижниках, с критикой книги Талариха Булгари, вот это произведение сначала было написано на арабском языке. Призведение называлось «Кяш-шфу-хэта», то есть «Убирание завесы». И потом, впоследствии, Шахадин Маджани, чтобы сделать эту хиссу, эту историю более доступной, видимо, для своего народа, он уже частично перевел это на старо-татарский язык, на так называемый старо-татарский язык. И вот перед вами издание 1897 года, это первый том этой книги Мустафа Таларбар, где показана вот эта история, точнее, критика. Следующий кадр. На 52-53 странице начинается жесткая критика произведения муслими, и в том числе он ссылается на известные арабские источники, а есть такие арабские источники, где перечисляются имена сподвижников. Они известны историкам, кто изучает историю ислама, историю сподвижников, то есть эти книги известны. И ни в одной из этих книг он не находит имена трех названных сподвижников, которые упоминаются в книге муслими. Упоминается только один сподвижник с похожим именем, но он, ссылаясь опять же на источники, говорит, что данный человек, например, в арабских странах, ты никогда сюда не приезжал, не выезжал, это зафиксировано. Следующий кадр. После того, как он, так скажем, разгромил вот это произведение, признал вот эту историю ложной, ненастоящей, придуманной, он предлагает другую версию, то есть он не отказывается от того, что булгары очень рано приняли ислам, что они приняли ислам во времена сподвижников. Есть такое заблуждение среди историков, кто глубоко не читал источники, они думают, что маржаник полностью от этой, значит, версии отказался. Не полностью, оказывается. Следующий кадр. Значит, во-первых, значит, первая мысль, она не самая главная здесь, да, потом то, что я именно хотел вам показать, будет следующее. Вот он заявляет, что есть свидетельства в арабских источниках, что некие арабо-мусульманские проповедники в виде лекарей, врачей, посетили булгар, лечились. То есть даже в историях, которые являются легендами, мифами, значит, там тоже эта история упоминается во многих источниках, что именно вот эти арабские проповедники ранние, которые попали на территорию проживания булгар, они были лекарями и лечили, историк, как правило, лечит хамов, да, и после этого народ принимает ислам. Он на столе исторических источников подтверждает, что это уже не легенда, это точно известно, потому что в разных источниках об этом передается. Правда, неизвестны конкретные имена. Следующий кадр. Это вот то, на чём я хотел как раз заострить внимание. Значит, здесь небольшой кусочек из Мустафа ду-Ахбар, и там он приводит на арабском языке риваят из книги «Изаддина Абуль-Хасана ибн Ахира». У него есть произведение, посвящённое сподвижникам, биография сподвижникам или табахатам сподвижникам, называется «Устуль-глаба фима аль-фатис-сахаба». Вот в этом произведении, значит, он, правда, был с ним знаком именно в рукописном виде, с Махтутой, с которым, видимо, он познакомился, когда находился на территории Египта. Мы знаем, что Маджани ездил в хадж, то есть официальная информация есть, что он ездил в хадж через Египет, и в Египте он не просто проводил время, а он тоже там изучал старинные источники. Есть даже, есть ещё другая версия, неофициальная, она не подтверждается, значит, историческим источникам, и сам Маджани не подтверждает. У него ещё был один хадж, неофициальный хадж, тоже был. Об этом сообщают дагестантские историки, ссылаясь на, значит, мемуары одного, значит, человека, который встречался с Шакулбеддином Маджани в Казани. Значит, вот здесь, на арабском языке, если посмотрите, да, он передаёт следующее сообщение. Значит, от Абу Хурайры передаётся, قال, значит, И поэтому здесь вот вы видите перевод того, что передаётся Абу Хурайры. Что интересно, значит, Маджани в Махтути, то есть в рукописи этого произведения, это известное произведение, оно теперь доступно в печательном виде, он, значит, нашёл такую фразу, что Мэйр Ибн Афса из племени Аслям приезжает к пророку Мухаммаду алейх сирам, и тот ему вручает письмо на тюркском языке, на тюркском языке. Значит, смысл этого означает, что после этого, видимо, вот этот сподвижник у Мэйр Ибн Афса был отправлен дальше на север. И, значит, Маджани, рассуждая об этом, он говорит, что, скорее всего, он был отправлен именно на север и куда-то на восток, где тоже были тюрки, да, куда нужно было до Китая найти, это очень сложно. Самые ближайшие тюрки к арабским территориям на то время были на территории северного Кавказа, при Азове, это булгары и хазары. То есть он делает очень сильное предположение, что именно там часть булгар приняла ислам, именно туда попал сподвижник с письмом на тюркском языке. И также это говорит о том, что, получается, среди сподвижников был какой-то человек, кто знал, значит, тюркский язык, да, на котором говорили булгары и хазары, и это письмо было для них написано. Самое интересное, значит, сам же Маджани пишет, что я обнаружил издание 1864 года, он говорит, обнаружил издание. Тоже этого же источника, у Стурглаба, и обнаружил, что Нухаптед, то есть редактор вот этого арабского издания, резко исказил текст. То есть слово «тюркин» просто исчезло. То есть и вообще смысл предложений изменился. Сообщение от обухурая настолько изменилось, что смысл стал совершенно другим. То есть вообще, получается, никакого тюркского языка уже в предложении не упоминается. Следующий фактор. Дальше. Вот здесь смотрите, что обнаружил Маджани в рукописи, в очень ранней рукописи, он нашел, что было на арабском написано «Китабан дукин закараху». А, значит, арабский мухапкак 19 века, да, и потом все современные издания тоже последовали этому. «Китабан таракна дикраху». То есть смысл вообще сильно поменялся. Если здесь получилось письмо на тюркском языке, упомянул он, а здесь получилось письмо, упоминание о котором мы оставили. Видите, как резко поменялось название? А разница всего лишь вот в этих точках, да? Смотрите, здесь внизу две точки, а здесь нокта наверху, да? То есть он увидел рукопись двумя точками, а печатную версию увидел, что арабский мухапкак поменял, убрал эти точки и поставил здесь точку. То есть или видел мухапкак опирался именно на другую какую-то, значит, рукопись, да? Или же ему рукопись попала без точек, без огласовок, да? И поэтому, значит, арабский мухапкак, или аллигатор, пришел к этому мнению и, соответственно, затем это распространилось на все современные издания. Следующий кадр. Вот здесь перед вами, значит, тоже произведение Устурлаба, значит, «Дару Кутак Альмия», это бейгутское издание, да? Современные издание, и здесь, если вы прочитаете следующий кадр, значит, смотрите, как изменилось, да? Тот же самый хадис, «Анна Рассудуллахи, салаллаху, алика салаллах, ката бали уэй ва ман мааху китабы таракна викраху». То есть смысл поменялся, да? Еще здесь тоже интересно, у Марджани его приводят «бель альфас арабия», а здесь «бель альфас вариба». Тоже, вот, кстати, «бель альфас вариба» больше подходит к версии Марджани как раз. То есть там же как раз он говорит, что сделано на языке тюркском, а здесь и получается, что непонятные слова, странные слова. Говорит, в этом письме странные слова, непонятные слова. Но слово «туркин» здесь исчезло. Таракна просто оставили, потому что смысл получился, мы не поняли, о чем речь, поэтому мы это оставили. Следующий кадр. Я попробовал посмотреть другие издания, другие издания Уссу-Дургаба, потому что есть разные редакции. И посмотрел редакцию, значит, Дару Фикар. Дару Фикар. Попробовал посмотреть. Следующий кадр. Значит, но там то же самое. То же самое. То есть вы видите. «Ваина Расулла Аллахи, Сан Аллаху, Алихи Вассалям, Катабалеву Маиры, Лау Мааху, Китабан Таракна Дикруху». Опять. «Ваина Руатуху, Натаруху, Бельфас, Гариба». То есть здесь то же самое, но версия именно та, которая, как сказал Марджани, которая попала в издание 1864 года. Теперь я попытался еще какой-нибудь альтернативный источник найти, где упоминается имя вот этого сподвижника, которому вручили письмо на фюргском языке. И есть другой источник, который написал Ибн Хаджер Аскаляний, тоже известный мусульманский ученый, Ибн Расир, известный ученый средневековой. Ибн Хаджер Аскаляний, тоже очень известный ученый, в хадисах они, конечно, больше известны. Амир Менин его называли в хадисоведении. И вот у него есть книжка «Алисабафи» и «Иссахабы». Здесь он тоже перечитает истории или биографии сподвижников, тоже упоминает этого сподвижника, но, к сожалению, нам не везет, он не приводит полностью вот этот хадис. То есть пустота в этом месте, то есть в том месте, где бы мы хотели проверить, а в какой версии, в альтернативном источнике приводится этот хадис. Здесь пустота. Нет. Но продолжение одинаковое. В афихе Альфас Зариба. Вот это продолжение есть. А вот тот самый текст, который мы проверили, на что опирался арабский мухакак, мы уже здесь не можем проверить. Следующий татар. Сбрези то, что я показал. Дальше. Значит, я просто хотел указать на вот такой момент. То есть получается, что Маржани был тоже сам мухакак. То есть человек, который является глубоким исследователем, изучает разные рукописи, разные версии, и сравнивал их с печатными изданиями и обнаружил ошибку в арабских источниках. То есть в арабских изданиях, а может быть, это, конечно, не ошибка, а Аллаху Алим, да? Он обнаружил, что они пошли по другой версии и поменял слово. Видите, в туркиен стало таракна. То есть вот такую тонкую деталь заметил Шифамудин Маржани. Что он хотел сказать? Он хотел сказать, что Умэйр, значит, он же тоже араб из племии Аслам, то есть ему это письмо-то ни к чему. То есть понятно, что этот Умэйр, скорее всего, и был отправлен туда, на север, к тюркским племенам. И действительно, на самом деле, булгары еще в раннее время, даже до того, как они стали переселяться на территорию Среднего Положья, уже были мусульманами, уже приняли ислам на том раннем этапе. Но он подверг сомнению историю о трех подвижниках, которые пришли именно на Средние Городы. Но считал, что в подвижники могли прийти в Приазовье. В Приазовье, то есть там передать нашим предкам передать учения ислама. Но главная цель у меня здесь просветительская, чтобы показать, насколько Маржани глубоко владел источниками. Это маленький только пример, а сколько у него там других интересных так прикрат, то есть интересных открытий, которые он сделал не только в истории, а именно в богословии. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы можете задать? Мы бы знаем, Хадариев, Завет Адаганович, Банда, Уэндре Азаннан, Академия Новоктанки, Мухаммаз, Академия Новоктанка, Академия Новоктанка, Немного Адаганович, а вот это, а какие вещи? Можем ли ты запрещать Мухаммазать? Мухаммазать? Мухаммазать. 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 Моя точка зрения по поводу достигли сподвижники Болгара или нет, основываясь на мнении Баджали и других источников, я думаю, что сподвижники достигли, именно, как я уже сказал, при Азове достигли и передали нашим предкам ислам там. И когда они уже сюда перемещались постепенно, то есть уже среди них, потому что Ибн Фадлан, когда приехал, в 310 году здесь уже была мечеть, ханская семья уже приняла ислам, целое время там было, в некоторых источниках Бараджар называется, в некоторых Баладжар уже были мусульманами, у них была мечеть. И они были последователем ханафитского масла, то есть Ибн Фадлан уже застал там мусульман, то есть скорее всего, они уже, эти мусульмане, туда уже переместились, переместились с территории Бараджар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому как раз шейх объясняет, что там упоминается вот это, что там были какие-либо непонятные слова, поэтому упоминается вот это. Потому что я сам тоже занимаюсь рукописием, это моя профессиональная преднадежность. Мы как бы не отрицаем, что катабали умейрин означает, что он продиктовал умейру. КИТАБАН ВОТКОЛИЯ о режиме о том, что было написано арабским , доставлено то есть он версию, которую в руку посередил, там написано было в Туркии. А в печать, в которую версия попала, таракна, то есть эти буквы, они одинаковые, но оголосовки и точки отличаются, и уже смысл слова поменялся. И как он поменялся? То есть в таракна, что означает? Поменялся на то, что было некое какое-то слово, и оно было просто оставлено, потому что в нем были какие-то непонятные слова, и мы его здесь не упоминаем. А по хнению Маджани, оно было как раз на тюрском языке, и поэтому оно непонятно, и поэтому они его оставили. Там слова оставили, и второй раз отличается. То есть в версии арабского редактора два раза, а в версии Маджани только один раз. Очень часто случается, вот переписчики этих книг совершали, да? Человес? Человеческий памятник. Спасибо. Спасибо. Спасибо.